Если вдруг, глядя на нас, вы подумали, что сегодня мы проведем афишу с места строгого режима, вы глубоко ошибаетесь. Все достаточно просто. Мы решили узнать о новом развлечении в нашем городе – Кворум, это уникальное приключение для любой компании. Да, на первый взгляд все достаточно просто. Нужно выбраться из закрытой комнаты, используя подручные средства и подсказки. Это легко для нас, Тома, но осложняет все. Время у нас только один час. Люди, закрой дверь. Можно зайти. Здравствуйте, Тома. Попали мы. Очень крутое место. Я рад, что в нашем городе появилось такое интересное и необычное развлечение. Где можно отлично провести время с друзьями. Также здесь проходят акции – Бонни и Клай для парочек и каникулы строгого режима для школьников. Ну а подробности вы можете узнать на сайте. Здесь было очень весело, но у нас еще много мероприятий, о которых нам надо рассказать. 11 июня – премьера фильма «Парк юрского периода». Ой, я помню старый парк, очень страшно интересный. Поэтому, думаю, нам стоит пойти. Итак, друзья, наша малышка немного застенчива. Так что постарайтесь ее не пугать, когда она появится. Смотрите на меня. Отлично. Боюсь, новый аттракцион будет страшным для детей. Главное, чтобы он не стал ночным кошмаром для родителей. Вы просто взяли и создали нового динозавра? Не самая лучшая идея. Она убивает все, что движется. У вас 20 тысяч человек, которым некуда бежать. Попробуем ее остановить. Помощь нам не помешает. Мир юрского периода. Здесь ведь безопасно, правда? Смотрите в кинотеатрах с 11 июня. Ну а в Национальном музее проходит выставка «Мир камней». Что туда? Все камни мира привезли? Да. В арт-клубе «Инфинити», как всегда, веселая программа. Сегодня будет выступление гитариста Георгия Канонника. А в субботу концерт группы «Театр». Ну это почти как группа кино, только театр. Давненько мы с тобой не были в цирке, не находишь? Да, последний раз год назад в водном цирке с питоном. Не переживай, в этом цирке питона не будет. Поэтому можешь захватить своих племянниц и не беспокоить, пойти на представление. Спасибо, Тома, что нет питона. 15 июня киноклуб «Понедельник» приглашает нас на премьеру фильма «Сурикаты». Это фильм о семействе, о взаимоотношениях и о дружбе. Артем, ну а как же клубная жизнь? Почему молчишь, ничего не рассказываешь? Как не рассказываю. В 49 будут отмечать День России. Будет очень весело. Будет море танцев, музыки и позитивного настроения. Ну как обычно. Сегодня у нас в гостях полузащитник Краснодарской Кубани Арсен Хубулов. Арсен, здравствуй. Привет, Арсен. Спасибо, что пришел к нам в гости. Первый вопрос такой, Арсен. Скажи, как ты вообще оказался в футболе? Ну, как оказался? В 8 или в 9 лет. До 8, до 9 лет играл во дворе с ребятами. В 8 лет, по-моему, привел меня отец на юность. Как бы из тех. У нас было, сколько, наверное, человек 7-6. И вот с каждым годом, как бы даже месяца, надо больше и больше. Как бы привел к Осенькину Игорю Витальевичу, который сейчас тоже находится в Краснодаре. Он тренирует дубль Кубани. Ну, и вот пошел к нему, тренировался. Тренировался, не знаю, для себя сначала. Как бы, ну, просто нравилось. Не пошел сразу для того, чтобы там стать футболистом. Просто нравилось и играл, как бы, не знаю. А потом, ну, уже, как бы, когда стало мне уже 13 лет, ну, понял, что этим надо уже заниматься серьезно, как бы. Не так, что понял, что этим я могу заработать себе на жизнь, как бы, помочь, как бы, как-то семье, друзьям, там, родственникам. Ну, и уже, как бы, стал вникать во все и, ну, посвятил полностью себя этому. Ну, всегда мечтал играть в Аланье или нет? Нет, в Аланье я мечтал, конечно, всегда играть. Ну, когда я был маленький, если честно, Аланье была такой отдаленной целью, что, ну... Почему? Ну, Аланье я даже... Для каждого Тома мальчишки в Осетии Аланье это, наверное, была заветная мечта. Ну, я даже, вот, как бы, некоторые говорили, чего-то видели в футболе. Я даже не видел, ну, как бы, футболиста в Аланье. Когда мне было, там, 13-13, я даже в городе их не встречал, так, знаете, ну... Угу. Если бы я их, наверное, встретил, наверное, ну, вау, как бы... А видел их только на стадионе, видел, как они играют, как бы... И, конечно, хотел в Аланье, ну, мне казалось, это очень... Почти, не знаю, как... Недостижимый. Как-то, ну, работал, как бы, тренировался. Был даже такой момент, когда уже казалось, что все. Как бы, стали чуть опускаться руки, что, может, не смогу, как бы, попасть в профессиональный футбол. Ну, как бы, поверили в меня, дали шанс, и... Слава богу, как бы, я его использовал. Все сложилось, как сложилось. Ну, да. Ну, допустим, когда ты не играешь в футбол в межсезоне, ты занимаешься спортом? Ну, да. Как бы, хожу в тренажерный зал, есть, как бы, мой друг, Эдди Кундухов, он сейчас работает в Рубине, в Казани. Как бы, все, практически, начиная от борцов, К1, кикбоксеры, боксеры, футболисты, все ходят к нему, сумоисты, как бы. Все ходят, как бы, когда в межсезонье, в центре Ка или где он бывает, ну, неважно даже, где он будет работать. Возвращаются, приезжают к нему. Да, даже если, мне кажется, главное, где он. Неважно, какой тренажерный зал, какой, что, где он будет. Да, даже если вот в зале, и тут будет пару гир, я думаю, все придут все равно сюда, потому что человек очень, как бы, как, с такой головой, как бы, в этом деле, что, ну, я таких людей. Я таких людей не встречал еще. А, скажи, вот у тебя какие планы, когда ты приезжаешь домой в межсезонье, как проводишь время, где отдыхаешь, куда ходишь? Блин, когда приезжал домой, ну, я хочу, как бы, когда отпуск начинается, ну, стараюсь куда-то уехать, как бы, хотя бы на неделю, чуть-чуть, как бы, отдохнуть, голову так, опустошить, не знаю. Ну, и зиму получилось так, что вот пока в Кубани, каждое межсезонье получается так, что у меня операции какие-то, и, ну, приходится, как бы... На лечение, именно. Да, в основном, как бы, приходится лечиться, там, восстанавливаться после этих операций. Ну, вот сейчас не было у меня, слава богу, ничего. Мы съездили в Железноводство, мы бывали в Солании тоже, в санаторий какой-то есть на пять дней, потому что больше не мог здесь, были свадьбы у друзей, и не мог не прийти. Если бы к тебе пришел агент и сказал, выбирай любой клуб, какой клуб ты был? В мире? Да, в мире. Ну, я болел вообще уже давно, я, как бы, еще в Алании когда был, я сказал, что болею за две команды, за Аланию и за Реал Мадрид. Ну, понятно, сейчас я в Кубани, конечно, я переживаю за этот клуб, ну, родной клуб у меня Алания, и... Как бы, клуб, за который я болел с детства, это Реал. Если бы мне, конечно, такой выбор сказали, то я бы выбрал, конечно, Реал, поиграть хотя бы чуть-чуть. В Алании уже играл, может быть, еще поиграю, когда настанут здесь хорошие времена, когда люди серьезно возьмутся за футбол. А вот Краснодар, тебе нравится город Краснодар или дома во Владикавказе ты чувствуешь себя гораздо комфортнее? Ну, во Владикавказе, конечно, я чувствую себя комфортнее, ну, а в Краснодаре тоже хорошо. Летом очень жарко, правда, ну, сейчас там нашел, как бы, вот год, как... Первый год не знал никого, как, а сейчас, ну, знаю, там, ассетин ребят, как бы, познакомился и уже, ну, более... Как бы намного, там, можно куда-то выйти, до этого, как бы, все время с женой-женой сидишь, куда-то поешь, все время одно и то же. А сейчас полегче, конечно, ну, появились друзья там, хорошие ребята. Переходим к финальному вопросу. Да, задай себе мой любимый вопрос. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на земле или сейчас живущим, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Блин, да, не знаю. А можно сейчас не снимать пока? Ты можешь подумать, конечно. Ну, все, кого-то никого, кого называют обычно. Все по-разному. Все по-разному. Может быть, кто-то... Ну, я бы Путина, наверное, хотел. Хотел бы с Путиным встретиться. Ну, кто еще возмущен, а что? Ну, хотел бы с Путиным встретиться и вот так сесть к ним. Чай, вот я не знаю. Да, как с вами. Глубника бы падала, ты, Владимир Владимирович. Да. Она живая. Да, да, Владимир Владимирович. Только неформально, без камер, без ничего так с ним поговорить. Мне кажется, этот человек, как вам сказать... Ну, очень серьезный человек. Держать так, такую большую страну, как бы так, кулакей. Я бы сказал, держать так весь мир. Да. И чтобы весь мир так боялся. Ну, блин, этот человек просто... Я видел, как видео какое-то в Ютубе или где, как Порошенко с ним, когда здоровался, когда он глаза выпучил, вот так испуганно. Не кинет ли меня Володю сейчас? Да. Ну, засчитан ответ. Засчитан. Ладно, попрощаемся. Если Владимир Владимирович смотрит нас, то Арсен Кубулак хотел бы с вами встретить. Примите к сведению. Да, примите к сведению. И запишите его к себе. Спасибо большое, Арсен. Спасибо тебе большое. Вам спасибо, вам. Ждем тебе удачи. Ждем тебя в следующем межсезонье. Ну, я буду рад очень с вами поговорить. Все, и удачи тебе, удачи тебе Кубани. Спасибо большое. В основе выходи, забивай побольше. Радуйся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok